Привет, домоседы! Ну что, вы наверняка закупились гречкой, вам некуда ее девать, и вы уже перепробовали все блюда, которые только могли, так что сегодня покажем вам новое. У нас есть семена чая, гречка, лимонный сок, кленовый сироп, арахисовая паста, овсяные хлопья, соль и разрыхлитель и клубника. И если вы еще не догадались, что мы будем сегодня готовить, то это печенье. Венское, варшавское, не знаю, в чем разница, по-моему, одно и то же. В общем, венское печенье. И помогут нам блендер Рамит Витамин и аэрофритюрница Рамит Модерн. Засыпаем 300-400 грамм гречки в кувшин блендера. Выставляем максимальную скорость и легким движением руки превращаем гречку в муку. Ух ты! Настоящая гречневая торнадо! Мука есть. Ссыпаем ее в миску, споласкиваем кувшин и загружаем подтаявшую клубнику. Добавляем семена чия и немного лимонного сока. Блендерим на средне-высокой скорости до однородности, помогая толкателям. Переливаем начинку в стакан и убираем пока в холодильник. А сами пока займемся тестом. Отмеряем 180 грамм гречневой муки. Добавляем овсяные хлопья, соль и разрыхлитель. Перемешиваем, добавляем кленовый сироп и арахисовую пасту. Замешиваем однородное тесто. Кстати, все граммовки указаны в закрепленном комментарии. Застилаем поддоны и рафритюрницы бумагой для выпечки. И распределяем три четверти нашего теста ровным слоем. Теперь намазываем клубничную начинку так, чтобы она не начала стекать с краев. У нас ушло меньше половины стакана. Оставшееся тесто раскладываем сверху маленькими блинчиками. Пора выпекать. Ставим в эрефритюрницу. Устанавливаем температуру 150-160 градусов. Время 20 минут. Но проверять начинайте через 15. Чем это так пахнет? А это же наше печенье! Ура! Вынимаем из аэрофритюрницы и даем полностью остыть. Потом нарезаем на печеньки произвольного размера. Мега ароматные, супер румяные. Прям как я люблю. У нас же осталось молоко. Наше печенье готово. Выглядит и пахнет вкусно. Возьму самый румяный, конечно же. Мы не расисты. Очень классная хрустящая корочка сверху. Я бы чуть-чуть побольше начинки добавила. Но в целом очень классно. Не супер сладко. И без сахара вообще. Гречка совершенно не чувствуется. Так что мы, наверное, выполнили свою цель. Ставлю класс! Если вам понравилось наше видео, поставьте нам лайк. Напишите в комментариях какое-то все же печенье венское или варшавское. И напишите, как вы спасаетесь от однообразия. Что вы готовите из гречки. Я уверена, что наши подписчики, и вы в том числе, будете рады новым идеям. Ну и мы тоже будем рады. Все мы сидим дома, когда не снимаем. Подпишитесь на наш канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И не скучать. Увидимся скоро. Надеюсь. Да, блин. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok